Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Новости рынка» в Сайфси и Маркетс. И в студии, как обычно, финансовый аналитик Дмитрий Лукашев. Здравствуйте. Здравствуйте. И журналист Сергей Кудряшов. Дмитрий, сегодня Дмитрий Медведев на саммите «ОСИАН» в Маниле заявил, что рассчитывает, что по итогам года рост ВВП должен превысить 2%. А вот что на этот счет, вернее, какие данные приходят из наших статистических агентств? Данные неутешительные. Вряд ли цель 2% будет достигнута. Хотя, конечно, еще время есть. Но вот Росстат сообщил, что в третьем квартале российский ВВП вырос всего на 1,8% в годовом выражении. Это намного ниже оценки Минэкономразвития, которая не так давно заявляла, что в третьем квартале российская экономика выросла на 2,2%. И, соответственно, темпы роста за январь-сентябрь предполагались как раз 1,8%, что, в общем-то, ниже 2%. Но если учесть реальный рост третьего квартала, то, что озвучил Росстат, то, конечно, и за 9 месяцев экономический рост намного скромнее. Вряд ли, конечно, четвертый квартал сможет как-то кардинально изменить ситуацию, но все возможно. Ну и здесь можно напомнить, что три года подряд вообще наблюдалось снижение падения ВВП. В прошлом году 0,2%. Он снизился. В 2015 году падение составило 3,7%. И в 2014 0,7% снизился ВВП. Но в этом году рост-то будет. Вопрос в том, какой именно. Но здесь я просто хочу подчеркнуть, что те позитивные тенденции, которые наметились, ну, в первую очередь, низкая инфляция, они только являются условиями для экономического роста. То есть за счет того, что снизилась ключевая ставка ЦБ и увеличился объем кредитов. Но в этом плане есть, конечно, позитивная тенденция. Вот по данным ЦБ на 1 октября текущего года объем кредитов юридическим лицам вырос на 18% в сравнении с октябрем прошлого года. То есть именно вот этот вот запуск кредитного процесса должен стимулировать экономический рост. Потому что просто других каких-то вариантов представить сложно, потому что только бизнес способен каким-то образом улучшить экономическое развитие. Ну и есть, конечно, да, шансы на то, что ставка будет снижаться в дальнейшем. В частности, Росстат отметил, что к 7 ноября в годовом выражении инфляция в нашей стране снизилась до 2,6%. То есть уже достаточно низкий уровень. Ну и, соответственно, это как бы очень близко к прогнозу Минэкономразвития. Там порядка 2,5%, 2,8%. То есть Минэкономразвитие диапазон инфляции обозначил. Ну и, в общем, ниже цели Банка России 3,2% за весь текущий год. То есть с инфляцией ситуация более-менее, скажем так, ожидаемая. То есть совпадает с прогнозами, а вот экономика пока не растет. То есть нужно более активно, видимо, кредитовать. Ну и здесь также можно отметить, что Банк России сохраняет прогноз того, что вот инфляция в этом году, значит, около 3%, а в следующем все-таки вернется к 4%. Ну понятно. Ну, Дмитрий, вот мы говорим о прогнозах и об этом важном макроэкономическом показателе, как инфляция, прогнозах, которые дают, скажем, наше ведомство, наш Центробанк. Вот, но нельзя упускать из вида и прогнозы, которые дают представители международных финансовых организаций. И вот какие-то свежие прогнозы или какие-то данные есть на этот отчет? Постоянный представитель Международного валютного фонда в России Габриэль Дебела. Также вот он высказал мнение, что инфляция вернется к уровню 4% в 2018 году. Вот, то есть, и при этом он отметил, что вот снижение инфляции вот в этом году все-таки в основном произошло благодаря временным факторам. Вот, то есть, это стабильный курс рубля, хороший урожай, снижение цен на мясо в России. Вот, то есть, все это, по мнению представителей МВФ, временное как бы улучшение. Вот, и при этом он также подтвердил, что да, инфляция вернется к 4%, а вот эта низкая инфляция, которая наблюдается в этом году, никак не повлияет на экономический рост. И он подтвердил прогноз, значит, от МВФ 1,8% за весь год, то есть, ну, за весь текущий год. Рост ВВП может состоять в нашей стране, то есть, ну, да, консервативная оценка и ниже, чем вот ожидает Минэкономразвитие и глава правительства нашего Дмитрия Медведева. То есть, 2% МВФ не ожидает. Ну, понятно. Ну, что ж, а рубль, тем не менее, ослабевает, и вот что тянет его к этой отметке? Неужели коллективный разум? Да, рубль демонстрирует ослабление, то есть, рост на графике, уже так вот тренд наверх потихоньку так оформляется. Напомню, что, да, опрос в ЦИОМ показал, что россияне ожидают 63 рубля, значит, за доллар. До конца января следующего года, ну, возможно, что сбудется. Здесь, опять-таки, ничего нового, то есть, все-все те же факторы, о которых мы говорили, то есть, это ослабление валют развивающихся стран, то есть, сегодня рубль обвалился где-то на полпроцента, а вот там южноафриканский ранд более одного процента обвалился, то есть, упали к доллару и турецкая лиры, бразильский реал, мексиканский песо, то есть, общая такая тенденция. Вот, ну, и даже стабильность нефтяных цен никак, в общем-то, не помогла рублю укрепиться. Вот, но среди других факторов это то, что, да, Минфин увеличил, значит, закупки валюты ежедневные, а также большие выплаты по внешним долгам российских компаний предстоят вот в этом квартале. Ну, и вот, все-таки, снижается интерес иностранных инвесторов к российским активам, в частности, государственным облигациям федерального займа АФЗ, их доходность растет, и, как бы, это самый такой, как бы, поддерживающийся процесс, то есть, ослабляется рубль и растет доходность АФЗ, то есть, снижаются цены, снижается спрос на них, ну, и, соответственно, меньше покупают АФЗ, нерезиденты, там, иностранные инвесторы, и меньше спрос на рубли, рубль ослабляется, то есть, ну, и, кроме этого, Минфин вот тут объявил, что хочет он увеличить объем эмиссии десятилетней АФЗ, 26, 10, 12, вот, и почти на 109 миллиардов рублей увеличится объем эмиссии, и вот с 15 ноября начнет там размещение этого выпуска, ну, и, соответственно, тоже, как бы, спрос упал, и доходность выросла, вот, а между тем, доходность двухлетних американских гособлигаций сегодня достигла нового 9-летнего максимума, то есть, почти 1,67% годовых, то есть, долларовые облигации, как бы, они дешевеют, да, доходность растет, но, тем не менее, вот, рост доходности американских облигаций, они, сам по себе делают, вот, российские облигации менее привлекательными. Ну, понятно. Для иностранных инвесторов. Они же могут и российские купить, и американские купить, смотрят, там, доходность повыше, но, чтобы интерес снижается к нашим. То есть, инвестиции перетекают из наших бумаг в американские бумаги. Ну, что ж, Дмитрий, а какие макроэкономические или политические факторы в еврозоне формируют этот тренд евро? Ну, вначале посмотрим на график евро в рублях. Здесь видно, что рубль не только к доллару слабеет, но и к евро тоже оформился такой вот разворот наверх некий. Ну, и этому способствует, в том числе, небольшое укрепление евро к доллару. Никаких сегодня особо таких вот новостей не было. Но вот завтра ожидается важное событие. Европейский центральный банк организовал конференцию главцы мировых центробанков во Франкфурте на Майне. И встретится, значит, глава ЕЦБ Марио Драги, глава ФРЭ Дженет Йеллен, директор Банка Японии Харрохита Курода и глава Банка Англии Марк Карни. То есть все они будут обсуждать насущные вопросы мировой финансовой системы. И вот участники рынка не исключают, что Марио Драги может как-то там прокомментировать денежную политику ЕЦБ. Вот напомню, что в июне он заявил, что возможно, что как-то уменьшится объем эмиссии евро. Напомню, что сейчас ЕЦБ печатает порядка 60 миллиардов евро в месяц. Вот, поддерживает отрицательный или нулевой уровень ставок. То есть в июне, как только он начал говорить вот о том, что возможно, видно, евро там начал расти, что ужесточится денежная политика, там больше чем на 8% подорожало евро. Ну, сейчас вот коррекция идет вниз, но его заявления могут сильно повлиять на валютный курс. Ну, и в целом на этой неделе вот завтра также выйдут макроэкономические данные важные. В ВП Германии за октябрь и ВП Еврозоны за третий квартал. В среду торговый баланс Еврозоны за сентябрь, а также инфляция и розничные продажи в США за октябрь. Ну, и в четверг инфляция в Еврозоне за октябрь также будет опубликована. Вот все вот эти вот данные могут влиять на валютный рынок. Ну, что ж, дождемся этих данных, а тем не менее, бренд демонстрирует уже хорошую цену, то есть она очень привлекательная для российской экономики. Какие факторы ее поддерживают на этой реке? Цена нефти стабилизировалась на достаточно комфортном для российского бюджета уровне. не только выше 50, но и выше 60 долларов за баррель. Но, опять-таки, рост приостановился, и, видимо, нейтральная тенденция продлится прямо до 30 ноября, когда ОПЕК может объявить о продлении ограничения на добычу. Помню, сейчас оно действует до конца первого квартала, предполагается продлить на весь следующий год. Но, вместе с тем, есть и факторы риска, что этого не произойдет. В частности, ряд в основном западных аналитических агентств обращают внимание и стран ОПЕК, и вообще, как бы, участников медициного рынка на то, что уровень резервов нефти в развитых странах уже сократился на 50% в этом году. Вот. И всего там на, значит, на 154 миллиона баррелей выше среднего значения за 5 лет. И, в общем, как бы ОПЕК вводил ограничение добычу, как бы, мотивируя это тем, что резервы очень большие. Вот. Как только они опустятся до среднего 5-летнего значения, как бы, ну, уже вот, как бы, и нет смысла там ограничивать добычу. То есть, да, интрига сохраняется, то есть, может быть, и как-то и ОПЕК и не объявят о продлении вот этого ограничения. То есть, такой риск есть, и вот нефть прекратила дорожать. Ну, а что касается, значит, вот текущей ситуации, Бахрейн обвинил Иран там в том, что пожар у них на нефтяном месторождении возник. Там, в общем, какие-то вот есть, да, на Ближнем Востоке политические разногласия в странах ОПЕК. И, в общем, это тоже фактор, который поддерживает нефтяные котировки. Ну, и вот хотелось бы также поговорить о том, что активность сфанцевых компаний в США понемногу начинает, как бы, усиливаться. Вот, то есть, вот, по итогам недели, вот, прошедшие 9 новых буровых установок у них в Штатах начали работать. Их сейчас теперь, там, 738 штук работают. И это существенно выше, там, минимальных значений. И, в общем, как бы, вот наблюдается такой прирост. Прирост и количества буровых, и вообще активности. Но пока этого, в общем, не выливается, как бы, в рост добычи нефти в США. Но, тем не менее, рано или поздно и добыча возрастет. Пока, вот, официальный прогноз, вот, американский, добыча, средняя добыча возрастет до 9,2 миллиона баррелей в сутки в этом году. Вот, а в следующем году достигнет 10 миллионов баррелей в сутки. То есть, это намного больше прошлогоднего уровня 8,9 миллиона баррелей в сутки. И, в общем, выше даже максимума 70-х годов, когда вот была максимальная добыча в США. То есть, вот, активно добыча растет вместе с количеством вот этих буровых установок. Ну, и вот компания, вот, в частности, Конока Филипс объявила, что вот цена на нефть выросла. И увеличивает она капитальные затраты на обурение, разведку нефти. Она, значит, потратит 5,5 миллиардов долларов в год в следующем году и в течение трех лет. То есть, наращивают они капитальные вложения. Все это вот, как бы, тоже должно привести к росту добычи. Ну, а в целом, вот, в этом году вот все компании американские на 53% увеличили, значит, капитальные затраты на бурение. И это вот впервые, вот, предыдущие два, то есть, в этом году было снижение на 48%, и в 2016 году было снижение на 48% затрат, и в 2015 на 34%. То есть, в этом году почти полтора раза больше. Вот, рост затрат, приток инвестиций, по идее, должен привести к росту добычи нефти в США. Это сдерживающий фактор для роста котировок. Ну, понятно. Ну, что ж, будем следить за ситуацией на нефтяном рынке. Я еще хотел спросить, как продвигается налоговая реформа Трампа, и как на это реагирует американский фондовый рынок? Ну, график Доу Джонса. Впервые за 9 недель он снизился по итогам недели. Продемонстрировал снижение этот индекс, и, в общем, есть риск, что вот начнется коррекция. Цена американского рынка, это, конечно, негативно повлияет и на индекс МВБ, но о нем чуть позже. Действительно, там и сокращение вот этой налоговой реформы предлагается, и перенос ее там на год. И все это, конечно, негативно может повлиять на динамику американских акций. Дело в том, что вот сначала, с момента победы Дональда Трампа на американских президентских выборах в ноябре прошлого года, то есть вот видно начало графика, вот этот Доу Джонс почти на 30% повысился, и это как раз во многом было основано на ожиданиях того, что вот снизится налоговая нагрузка на американские компании, и это улучшит их финансовый результат. А как мы видим, эта налоговая реформа буксует, соответственно, как бы неплохое основание... Корпоративный сектор верил, верил. Да, неплохое основание для коррекции вниз. Ну и также еще фактор такой же тоже негативный, это вот рост ставок. То есть это хорошо для доллара, но может увеличить кредитную нагрузку американских компаний. Пока вот там с вероятностью более 80% ставка ФРС будет повышена 13 декабря на очередном заседании. Ну и в целом вот коэффициент ПКЕ, так называемая, цена акции разделить на прибыль на акцию за год. Вот для индекса S&P 500 он достиг 18, то есть 18 лет нужно получать вот прибыль на акцию, чтобы вот окупить как бы ее инвестицию, то есть покупку этой акции. Но понятно, что прибыль на акцию это не дивиденды, то есть это не дивидендная доходность, то есть это вот такой некий показатель просто вот. Вот, и это максимум с 2014 года, 2018, и вот такой высокий ПКЕ обычно, в общем, свидетельствует о том, что акции переоценены. Ну а вот сегодняшнему снижению американских фондов индекса способствовал прогноз компании General Electric, ее акции подешевели на 3,5%, она снизила вот прогноз своей прибыли на следующий год. Вот, ну понятно. Ну что ж, давайте перейдем тогда на территорию России, как открылись торги на московской бирже, ну и, собственно говоря, какие корпоративные новости. Ну, вначале был оптимизм, потом индекс скорректировался вниз, что, в общем-то, неудивительно, так как он двигается все-таки в русле общей мировой тенденции. Вот, и цена на нефть, как бы, да, она находится на высоком уровне, но пока вот дальнейший рост там под вопросом остается, и, соответственно, индекс МВБ отыграл там весь свой утренний рост, но сохраняет он растущий тренд, в общем-то, и выглядит, ну, достаточно неплохо. То есть видно, что, как бы, по графику, что рост сохраняется. Ну, а что касается вот отдельных компаний, можно, да, наиболее какие-то интересные вот обсудить, вот, в частности, Акрон замечательный рост продемонстрировал сегодня. В принципе, ну, какой-то такой вот яркой информации не было, но инвесторы позитивно восприняли новость о том, что член Совета директоров Иван Антонов увеличил свой собственный личный пакет там в Акроне, ну, там у него 0,087, значит, тысячных процента, то есть он очень маленький. Ну, да, то есть, но когда высший менеджмент компании покупает там собственные акции, то есть акции своей компании, это всегда позитивный фактор. Ну, и кроме этого, Акрон еще там не так давно объявил, что вот он собирается увеличивать продажи в Европе, значит, карбамидо-аммиачной смези, но эта компания производит удобрения, вот, открыл дочернюю компанию во Франции, в Париже, там арендует склады и, в общем, всячески собирается расширять свое присутствие в Европе. И вот в этом году поставит туда 400 тысяч тонн удобрений, в общем, тоже позитивная информация для Акрона. Ну, вот Ростелеком тоже хороший рост продемонстрировал. Ну, здесь интересно, вот, да, технический, как будто он пробил нисходящий тренд, вышел, да, рост ускорился, вышел из восходящего канала, то есть смотрится совсем неплохо. 14 ноября Ростелеком собирается размещать облигации на 10 миллиардов рублей, 5-летние, вот, и скорее, то есть, возможно, что размещение пройдет успешно, этих облигаций и, как бы, и акции дорожают. Но напомню, что в начале ноября очень неплохо Ростелеком отчитался по международному стандарту финансовой отчетности, там чистая прибыль на 14% выросла, выручка всего на 2%, то есть рентабельность Ростелекома повысилась благодаря тому, что доля цифровых и контентных услуг, выручка у него достигла 47%, то есть он там интернет предоставляет, облачные технологии, платное телевидение, то есть Ростелеком достаточно неплохо развивается в таком инновационном ключе, ну и акции, в общем, неплохо тоже выглядят. Ну вот Алроса у минимума находится, только вот, как бы, может еще продемонстрировать Рост. С начала года на 23% подешевели акции Алроса, Алроса, при том, что индекс всего на 2% упал, то есть, как бы... А в чем дело, что... Какие факты? Ну, снижение, там, было продаж алмазно-бриллиантовой продукции, вот, ну, а считалось, что в октябре объем продаж составил 337,6 миллиона долларов, то есть почти на 10% вырос по сравнению с сентябрем, ну, то есть немного улучшается у него ситуация с продажами, но, кстати, торгуется по КЕ-семеню, то есть вот эта вот цена акции на... Прибыль на акцию, вот, и, в общем, достаточно неплохо. Вот, ну, Фосагра еще один тоже, производитель удобрений фосфорных, фосфорных тоже, в общем, с начала года 5% акции снизились, вот, и пытается выйти из нейтрального диапазона наверх, у него ПКЕ 8,4, вот, объявило итоги за 9 месяцев, и производство апатитового и нефилийного концентратов увеличилось более чем на 12%, а фосфатных удобрений на 13%. Понятно. Спасибо, Дмитрий. Ну что ж, уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Вы смотрели новости рынка в CFC Markets. В студии был финансовый аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Пудряшов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова